Тренировки в Ямбургском клубе кёкусинка и карате проходят пять раз в неделю. Чтобы вносить разнообразие в спортивный досуг вахтовиков, подогревать интерес к этому виду восточных единоборств и повышать профессионализм спортсменов-любителей, руководитель секции Андрей Донов периодически приглашает на занятия именитых каратистов. В этот раз поделиться своим мастерством пришёл двукратный чемпион мира Артур Тилов, инспектор службы корпоративной защиты «Газпром-добыча Ямбург». «Всегда интересно что-то узнавать новое. Тем более, имею уникальную возможность, что здесь спортсмены высокого уровня, неоднократные чемпионы мира, не пользоваться этим было бы просто глупо». Мастер-класс начался с традиционной разминки, растяжки и отработки базовых техник. Тело и дух нужно подготовить к серьёзным нагрузкам. Тактик ведения боя и вариантов нанесения ударов в кёкусинка и карате огромное множество. Учиться этому искусству и совершенствовать навыки можно бесконечно. Артур Тилов выбрал для этого занятия несколько приёмов из своего арсенала. «Эти приёмы я сам использую на соревнованиях. Это одни из моих любимых ударов, можно так сказать. Эти удары считаю очень эффективными. И так как ими получалось отправлять людей в нокауты или в нокдауны, вот решил показать их ребятам». Одновременный поворот с разгибом ноги. Ученики пошагово попробовали повторить каждое движение, а потом, объединив все элементы воедино, отработали освоенные связки со спарринг-партнёрами. «Объяснил-то он всё понятно. А вот чтобы всё это получилось, нужно тренироваться и тренироваться. Вообще, это уникальная возможность тренироваться с такими знаменитыми людьми, чтобы с двоекратным чемпионом мира, и не по какому-то там, не знаю, кёрлингу, а вот именно по такому виду спорта, как карате, оказаться в одном сале – это очень большая удача, и я очень рад этому». «Обычная тренировка – это наработка, а здесь можно посмотреть какие-то интересные вещи, которые проходят именно на соревнованиях, именно всё вживую получается». Мастер-класс мог собрать и больше участников, если бы не ограничения, действующие из-за коронавируса, но безопасность превыше всего. Кстати, так совпало, что Артур на примерах показал ребятам, что и в карате. Совлюдение дистанции играет большую роль. «Вообще смысл карате – это, ну вот как если для самообороны, это постараться нанести свою атаку и не принять ответную атаку. А это можно сделать только с дистанции». «Руками я не достаю. Вот, чтобы ударить такой. Ещё одна такая же рука. А на бой, вот здесь я уже достаю. Вот это нужно использовать, нужно использовать длину ног.» Для того, чтобы полученные знания и навыки перешли в умения, а в перспективе и в мастерство, ребятам нужно тренироваться. И мастер-класс – это ещё один инструмент, который мотивирует их на дальнейшее совершенствование духа и тела.